добрый день дорогие друзья у меня уже такое предновогоднее настроение и хочется какие-то предварительные итоги подвести а именно показать вам все то что я связала с где-то с конца августа с начала сентября потому что летом я не вязала вот и первое что я вам покажу это наверное одна из таких крупных работ которые сделала в основном все по мелочи это вот такой джим пирог свитер я его еще даже не успела постирать потому что это будет на более поздний период на зиму он по мотивам такого свитера у которого вот эти листочки они на рукавах знаете но мне не хотелось слишком много считать расчеты делать хотелось просто взять и быстро связать поэтому я его пустила их вот сюда вниз ну мне тоже он нравится смотрится неплохо реглан соответственно вывязывала вот здесь прибавляла а по спинке вот они регланы или не сзади есть горлышко с ростком обычной резинкой сверху вниз вязала набирала петли по горлышку так снизу сделала так как я все люблю с удлиненной спинкой до конца пустил этот ряд листиков не стала резинку делать тут спереди то же самое закрыла саму резинку закрыла иглой и ну и листики тоже закрыла иглы все закрыла иглой и рукава на рукавах сделала резиночку из скрещенных петель не помню уже какая-то была пряжа помню что метраж какой-то такой где-то 400 500 метров на 100 грамм и спицы наверное у меня были два с половиной да наверное два с половиной так сзади как это все смотрится вот просто полоса листиков сзади на размер ну где-то лет до 9 наверно мы будем носить точно хотя из рукавов может вырасти может и нет посмотрим растет у меня ребенок не быстро поэтому посмотрим это была первая работа вязалась она из остатка пряжи от вот этой работы кто давно меня смотрят помнят что был у меня такой мастер-класс по вязанию вот этого узора тогда это это планировалось как палантин то есть вся желтая должна была уйти сюда на палантин но где-то после полугода работы я поняла что палантин у меня не выйдет потому что времени просто на него не хватало и я сшила начало и конец и получила снуд снуд красивый в два оборота очень нравится мне этот узор он обалденно просто смотрится ну прям вот вообще любуюсь не могу налюбоваться даже сейчас на картинку вот там на заставку хочется поставить очень красивый узор но и очень сложный это узор непростой вот он как если бы это был палантин вообще классно очень классно непростой я запомнила рапорт наверное где-то с шестого раза то есть первые пять я вязала четко по схеме считая каждый ряд и где-то только с шестого я запомнила но запомнила то есть это ничего невозможного здесь нет вполне себе запомнить можно рапорт ну конечно лучше бы если бы это был палантин потому что узор в снуде он все равно скидается за счет складок вот этого снуда и узор не так хорошо видно на палантине все равно свободные концы висят и было бы лучше так что у меня в мечтах будет связать палантин наверное из мохера тоненького вот этим узором потому что узор конечно же хак шикарный но на это надо времени времени пока нет поэтому удовольствуемся снудом но все равно даже сейчас смотрю на снуду прям нравится очень красивый узор но для тоненькой пряжи вот такая красота 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 но тоже пряжа здесь тоненькая на 100 грамм где-то 400 500 метров уже точно не помню и нет и спите наверное два с половиной тоже тоненький следующая работа уже более простая уже более свежая мастер-класс недавно вышел на нее это вот такой снудик он в один в оборот просто надевается на голову и бежишь куда надо мне прям нужен был такой снуд на осень что просто натянул его на куртку и поскакал и я его связала мне очень нравится здесь узор такой малинки да свитера вяжут таким узором на крупных спицах даже по моему из той же вот это из лана голд связано из той же лана голд вяжут на рукавах вот эти малинки узора он получается с крупными спицами такими огромными они получаются я вязала на тройке поэтому они у меня такие не как малинки как такие пузырьки ну классный мне прям нравится и приятный и красивый и не интересно смотрится и легко вяжется и прям вообще одни плюсы низ и вот тут у меня даже видно не хватило мешка ниточки я другой закрывала так так что вот так покажу лучше низ и вверх он очень эластична вода двойным связан двойным образом как бы с подгибкой как будто и очень эластичный получается то есть тянется прям вообще шикарно нисколько не стесняет тягучесть полотна ну в общем я очень довольна этой работой здесь ровно один моток пряжи в магазине был один моток вот такого красивого цвета я его забрала соответственно себе и у меня получился снуд из одного моточка пряжи вот такой но несмотря на то что он выглядит как бы небольшим он очень функционально удобный закрывает все ничего нигде не торчит фотографию может вставлю как он на мне смотрится чтобы не быть голословной ну вот такой классный 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 мне нравится следующий классный снуд который прикарманил себе муж тоже покажу нам днем фотографии хотя цвет такой не мужской вот и первое время смущала потом он решил что под низ будет носить вообще в магазине этот свет смотрелся серым а принесла я его домой и он оказался сиреневым ну вот не знаю что за такое чудо вот я его сейчас вижу абсолютно сиреневым в магазине видела абсолютно серым то есть брала по своему вкусу прям серый цвет а дома он оказался сиреневым не знаю чудеса какие то вот так он выглядит сзади очень удобно у него покрой я увидела фото в интернете мне показалось что это будет очень удобно и я связала и так она и оказалась к низу он вот расширяется немножко спереди закрывается ответственно горло за счет этой резинки получается очень классно мастер-класс я тоже записала вдруг кому-то захочется такой себе связать и даже вот этот вот закручивающийся край он и смотрится хорошо и ну прям не знаю мне очень нравится именно сама форма очень удобный вот так вот то есть видно да здесь что тут подбородок прям классно все открыто в то же время шея закрыта здесь спереди закрыта из более мягкой пряжи мне кажется для детей можно связать и прям будет ну для детей можно пониже либо разрез здесь делать для детей потому что все таки детям но у них шейки покороче для взрослого человека для мужчины прям вот так то что надо такой брутальный вариант получается классный вязала также из alize lana gold и также у меня на него ушел один моток то есть вообще очень экономично 200 рублей вот тесну то 200 это если где-то наверное брать в магазинах оффлайн в онлайн можно даже подешевле найти закрывала иглой низ вот здесь резиночку иглой тоже закрывала набирала здесь эластичным набором очень посмотрите мастер-класс кому интересно тоже ссылку оставлю там он есть вот такой удобный классный alize lana gold рулит кстати в этом году открыла для себя эту пряжу то время когда все из нее вязали я скептически относилась как-то мне казалось она колючий какой-то не такой слишком толстой а в этом году прям заценила прям нравится прям буду дальше еще будут впереди мастер-классы из этой пряжи потому что понравилось да открыла для себя и не колючая кстати думала всегда что колючий но даже у трогашка будто колючая а на шее не колючая удивительное дело так следующее что я вам покажу это комплект начну наверное сейчас варежек это комплект который в сентябре и за валерия на осень а он из варежек с ну да и шапки варежки вот такие ну цвет конечно тут сейчас будет не будет передаваться не видно будет что что они себя представляют собой такие классные удобные с индийским клином обожаю индийский клиенты легко вяжется быстренько все изнаночной гладью и тут сверху такая косюлька как рог единорога только наоборот и можно в длинная резинка за счет чего можно их ее вот так подгибать либо внутрь в куртку заправлять тоже классно вот такие малюсенькие кажется кажется что малюсенькие на самом деле нам наверно точно за 9 лет вот такие хорошулечки вязала из alize superlana zincir zincir не знаю как это правильно произносится с турецкого то языка хорошая тоже нитка там по-моему на она на 75 акрил на 25 шерсть поэтому она не такая колючая поэтому для детей моих по крайней мере она больше подходит вот надо попробовать меринос экстра файн прям очень хочется попробовать наверное когда нибудь я решусь куплю себе пару моточков просто хотя бы посмотреть возможно влюблюсь но я почему-то смотрела в интернет-магазинах экстра файн меринос только толстая пряжа тонкой не нашла я вот не люблю сильно толстую вот alize lana gold вот 240 метров на 100 грамм мне кажется сам предел идеально для меня 300 метров на 100 грамм а вот такой прям 300 метров на 100 грамм я не нашла и для детей мне кажется сильно толстая не очень хорошо хотя возможно и ошибаюсь но надо взять наверное попробовать сначала потом делать выводы поэтому возможно попробую расскажу потом как как оно мне если у вас есть положительный опыт работы с мериносом экстра файн именно который мягкий расскажите поделитесь может дадите ссылочки и пароли явки куда идти где покупать какая хорошая потому что мне прям хочется так это варежки были следующее это снудик тоже не он так нравится такая моя любовь любовь такой он тоже классный прям вообще он вот с такими елками с одной стороны и с другой либо рогами единорога как хотите и очень классную за счет того что он высокий для ребенка все закрывает на свете можно даже сзади шею закрыть этим стоном и связан он опять тоже вот с таким подогнутыми краями за счет этого он тянется вообще вообще очень хорошо нисколько не смущает эти наборные края растяжимость полотна поэтому мне очень нравится из той же пряжи связан вот здесь уже про матки ничего не знаю потому что не считала не запоминала сколько мотков у меня на ушло на него но мне прям нравится тоже на спицах по моему номер 3 вязала прям вот любимый мой номер это спите номер 3 и пряжа стук на 100 грамм 300 метров прям самое комфортное и по толщине на за счет того что нитка не сильно толстая по толщине он более комфортный мне кажется для ребенка и не сильно жесткая за счет того что много акрила составе ну то есть не кусается например ту жалила зала на год для ребенка я уже не стала вязать потому что мои начнут жаловаться мои не любят когда что-то где-то кусает даже чуть-чуть так и к этому комплекту тут также мне вязалась шапка шапка вязалась увидела фотку тоже рейма что ли да рейма наверное фирма и там была вот такая шапочка и я решила что мне тут тоже надо но вообще просто нужно было лере шапкой я решила почему бы не такую тут такая же двойная резинка тоже такая как бы с подгибом поэтому очень тепло в ней тут такой длинная свисающая макушка то есть у нас девочка занимается гимнастикой и часто ну что значит часто шесть дней в неделю иногда даже 7 мы делаем пучок либо косичку наверх завязываем на то есть высокий как бы хвост и во всех шапках потом торчит лоб если шапка по голове то торчит лоб а вот в такой все как бы шикарно как бы вот так она стоит смешно когда тут пучок но зато все закрывает выглядит забавно за счет наверное еще этого пункта на такого всего который в разные стороны вертится она выглядит забавно и не смущает внешним видом своим то есть даже с пучком даже состоящим вот этим пунктом супер длинной головой она выглядит все равно интересно поэтому мне нравится и у меня кстати на удивление в детском суду даже спрашивали где вы купили такую шапку видимо людям тоже понравилось я делаю выводы кстати на весь этот комплект тоже мастер-классы записаны если хотите себе такое связать переходите вяжите пожалуйста я только за если вам буду полезно так следующий комплект абсолютно свежий это вот такая шапочка в итоге бантик отсюда я убрала и сделала просто айкордом закрыла петли потому что у меня дочь просто как бы сказала что она взрослая и политики это для лялечек поэтому брали бантик и сделали брошку корону ну чтобы она была принцессой ну вот такой возраст мне казалось что с бантиком это так мило так хорошо она решила что бантик и совершенно не нужен но есть мастер-класс можете посмотреть там еще все с бантиком все еще впервозданное видео здесь же уже пришлось бантик убрать потому что принцесса сказала что нет 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 не гоже взрослым девочкам ходить с банками на голове шапочка двойная из новой абсолютно для меня пряжи я сняла на нее обзор можете тоже посмотреть это вот такая али за happy baby случилась такая история что нам очень нужно была шапка под пучок потому что вот та бордовая предыдущая которая вам показывала она уже не в сезон в ней уже холодно а выступление тренировки продолжаются и хотя бы на выступление нужно шапка с дыркой наверху чтоб пучок туда высовывать потому что у нас сейчас шлем она носит и шлем вообще невозможно надеть на пучок это какая-то миссия невыполнима а делать на месте уже пучок то есть на соревнованиях это я так не умею я просто не смогу мне все развалится поэтому вот такая необходимость нарисовалась и я связала шапку с дырочкой под пучок вот такая она классная вяжется она очень интересно вяжется опять изобрела велосипед но мне прям так этот велосипед нравится сверху я ее вязала потом укороченными рядами вывязывала ушки и дальше просто вот вверх вязала уже здесь соединяла вот эти две части убавляла петельки все классно то здесь можно в принципе связать обычную макушку при желании то есть не делать никаких дырок а связать макушку можно поэтому мне очень легко было распустить этот бантик и просто перевязать макушку вообще класс ну и потом уже связать довязала веревочки тут лир конечно тоже возмущалась что веревочки это тоже как-то детская тема но тут я уже сказала я есть что веревочки нужны они будут здесь мы уже пришли к консенсусу да но надеюсь мне очень нравится как пряжа смотрится в лицевой глади прям классно она легла то что по кругу наверное вот эти секции прикольно не понравился немножко конечно мне состава здесь полностью синтетика 65 акрил 35 полиамид но выбора не было вот серьезно не было выбора я шла за лизой боби вул а боби вул не было совсем совсем не было а заказывать это ждать десять дней ждать еще платить за доставку мне в общем не захотелось связываться с этим делом пряжа лежит много то есть заказывать пока не хочется если заказывать то вот только меринос экстрафайн попробовать несколько моточков а все остальное лежит надо его расходовать потому что оно занимает место в шкафах как наверное как в любой семье места в шкафах у нас не хватает совершенно не для кого и для меня в том числе так ну вот вот это вот моя прелесть из последних моих прелестей и вот самая последняя моя прелесть это вот такой снудик лера тоже выносит умеет его надевать вообще для ребенка шарфы это прям беда шарф она не умеет шарф у меня носит младший а вот для старшей снуда снуда она умеет их натягивать на себя вот этот мы носим под низ то есть тут и грудь защищена и шея несколько раз уже ходили на тренировку и так просто гулять то есть она сама одевается раздевается у нее все получается с этим снудом если бы это было что-то шарфа подобное она бы не смогла сама завязывать если в садике им помогают то здесь на тренировках они уже взрослые дети они занимаются вместе с школьниками и соответственно им уже никто помогать не будет у тренера просто нет на это время поэтому вот такой вариант очень удобные сзади ничего нет сзади просто спереди угол натягивается одевается за счет состава пряжи она совершенно не колется супер износостойка сюда здесь у меня пол и такой край я думаю сюда еще вставить резиночку чтобы она немножко еще присобиралась хотя даже нет в этом необходимости он достаточно высокие шею того штучно закрывает поэтому как бы я довольна мне нравится эта вещь она симпатичная красивая и комплект получился у нас такой симпатичненький красивенький вот и все все что наработала был еще снуд фиолетовый на который есть мастер-класс даст таким тоже интересным узором так что еще было не помню наверное что-то было еще а может и нет а может и да ну в общем точно помню фиолетовый что он ушел к моей сестре а была еще чума даже две одну и связала себе другую связала родственницы своей то есть мы теперь в чалмах ходим когда прошла наверно уже даже мода мы ходим чалмах ну то вот такие мы девочки ну вот и все все что хотела показать рассказать спасибо за внимание пока пока